Сегодня наградили волонтеров, работавших на одном из крупнейших спортивных событий года открытом Кубке России по вольной борьбе среди женщин. Таня Дмитриевой 21 год, пять из которых она занимается волонтерством. За ее плечами чемпионат мира по футболу, всемирный фестиваль молодежи, Кубок по вольной борьбе. Участвую как атташе команды США, но в этот год США не приехала, ну и Финляндия у меня еще была, приехала Монголия, и у меня была страна Монголия, так что я уже как пенсионер просто пятый год участвую, как атташе. То есть сопровождаю команду по всем мероприятиям, каждый день и с утра до ночи. Вообще это было реально легко в этот раз, потому что народу приехало мало, Монголия уже тоже меня знала с прошлых лет. Сопровождение команд – одно из направлений работы волонтеров. Медицина, судейство, транспорт, работа со зрителями. Каждое направление потребовало специального обучения. На Кубке по вольной борьбе работали более сорока ребят. Волонтерство же оно идет от души, то есть идя на мероприятие мы уже готовимся к нему морально, что нам нужно будет предстоять, например, как вы говорите, целый день. То есть все проходит с легкостью, когда ты настроен уже на мероприятие, и тебе нравится. Главное, любая деятельность должна нравиться человеку. Нам нравится. Самое важное в нашей деятельности, самая важная в нашей деятельности – именно простое человеческое спасибо. Волонтеров поддерживают и в Министерстве спорта Республики. Это дань уважения и дань благодарности тому, что вы делаете для нашего общества. У нас вот в этом году более 700 волонтеров участвовало в наших мероприятиях, за что им большая благодарность. На встрече обсудили будущее сотрудничество. Ребята готовы выстраивать свои планы в соответствии с годовым календарем спортивных событий. Мы сразу будем заранее планировать свой график и своих волонтеров сразу как раз и обучать за месяц, например, перед этим мероприятием. Здесь будет очень удобно. Ну, конечно, да. В конце встречи волонтеров наградили памятными грамотами и дипломами. Татьяна Леонтьева, Бахтиар Вилеев, Республика.